Редакционная жизнь только внешне производит впечатление спокойной и размеренной. Даже если все идет по графику и никаких накладок не наблюдается, отвлекать журналистов, все внимание которых уже в будущем номере, не рекомендуется. Ведь от того, насколько продуман весь номер и каждый материал в отдельности, зависит его качество. Александр Хлесков, ведущий журналист издания, знает о мэтичинском спорте, кажется, все. Он и сам активный участник многих соревнований по футболу, а это, как известно, спорт номер один. Впрочем, не только он. Могу сказать, что спорт в мэтичах достаточно развит. И чуть ли не ежедневно происходят какие-то соревнования, мероприятия, турниры, причем начиная от детских дворовых площадок, которые мы тоже освещаем, до соревнований самого высокого уровня. Вообще мэтичи чем хороши, тем мы же выпускаем в журнал не футбольные мэтичи, не баскетбольные мэтичи, а именно спортивные. Это универсализм. То есть распространены и продвигаются многочисленные виды спорта. Еще со школьной скамьи Александр выделял два предмета – физкультуру и литературу. Даже закончил литературный институт имени Горького. Но о без спорта не мыслит ни одного дня, если, конечно, не очень загружен. Считает, что профессиональный спорт в мытищах нужен, но не за счет муниципального бюджета. Команды по зрелищным и популярным видам спорта должны жить за счет спонсорских и рекламных денег. А зритель их всегда поддержит. Но главное внимание должно уделяться массовому и в первую очередь детскому спорту. В свое время мы потеряли спортивную школу Советского Союза. А российская спортивная школа, она вот только-только сейчас встает на ноги. То, что наши дети имеют возможность бесплатно заниматься в таких шикарных условиях – это только радость для родителей, для них самих и возможность совершенствовать свое спортивное мастерство. То есть главные победы еще впереди. Спорт не может быть только развлечением или только бизнесом. Он должен стать частью культуры быта. Этот процесс и отражается на страницах журнала «Спортивные мытищи». Сергей Берзин, Денис Корнев, информационная программа «День». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...